Итак, всем привет, господа, добрейший вечерочек, с вами Криптофатеев и сегодня у нас последние главные новости за эту неделю, ну и также последние новости главные, на мой взгляд, за этот день. Разберемся с рынком криптовалют и разберемся с биткоином. Что касается рынка криптовалют, все довольно-таки просто, сейчас у нас биткоин продолжает держать флейт, но вот некоторые монеты из моего топа на октябрь месяц сейчас начинают взлетать. Мы могли наблюдать это с NEM и сейчас мы наблюдаем это с 0x, что очень даже неплохо. 0x я еще до этого утверждал, что это очень годный проект и сейчас у нас 0x вырвался в топ 27 и именно занял 27 место по капитализации. Конечно, на таком рынке я считаю, что нам особых каких-то иксов возможно и не видать, но то, что этот проект является перспективным, это факт. Что касается значит биткоин, давайте посмотрим на график, чем нам запомнилась неделя. Дело в том, что у XRP сейчас тяжелое состояние и ситуация и XRP может у нас в принципе потерять очень хорошую капитализацию и может она упасть ниже 44 центов. Это падение будет означать то, что будет открыта зона, которая хорошо поддерживается, а именно 32 цента. Что касается других инструментов, Ethereum также у нас является таким флетовым активом, который больше 200 долларов сейчас за монету. Это не очень даже хорошо, но и не очень плохо, потому что конечно же Ethereum если дальше покатится, то он уже будет обновлять дно. Когда он будет обновлять дно, тогда когда он пробьет 200 долларов. Пока что у нас в принципе развязка и развязка Ethereum у нас будет наблюдаться в диапазоне 200 и 250 долларов. Пробив вот одну из этих отметок, мы будем наблюдать естественно тот или иной поход актива. Что касается значит биткоина самого, мы видим сейчас то, что шарты и ланги в принципе находятся на таких же позициях, но нужно отдать должное, то что 7 октября именно сегодня начиная с 6 утра шарты возросли, а ланги уменьшились. Соответственно тут у нас могут возникнуть на следующей неделе уже конкретные движения, которые будут обозначать соответственно что будет у нас происходить. Очень маловероятно то, что мы сможем как-то преодолеть отметку 6800, потому что на самом деле до нее нужно сначала дойти. Кто будет эту ракету толкать и как это будет происходить мы посмотрим, но все-таки падение биткоина с моей точки зрения и она еще неизменна. Я не меняю ее, то что падение биткоина максимум произойдет на 6300, потому что дно у нас непосредственно все выше и выше. И соответственно коридор торгов и волатильности она снижается. Что касается значит главных событий недели, это то что соглашение произошло между EIA и Hyper Ranger и наши организации имеют похожие цели, такие как расширение и усиление сообщества, а также более широкое принятие корпоративных блокчейн технологий. И мы надеемся донести мысль об ошибанной очнести противопоставления EIA и Hyperledger. Ну и также запуск токена на базе фонда Bitwise. И по словам CEO Abra Bill Barhit, лежащий в основе токен фонд инвестирует в Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Dash, Monero и Zcash. Ну и также что у нас касается последних новостей, то что хакнутая биржа Zave анонсировала приостановление регистрации и на данный момент зарегистрироваться на японской бирже невозможно. Что касается Bittrex, она за делистие, это такие монеты как BitShares, Bitcoin Gold и Bitcoin Privat. Ну и у пользователей есть время до 5 ноября вывести все свои активы, а именно BitShares, Bitcoin Gold и Bitcoin Privat. Tron войдет в топ-10 криптовалюты, там закрепится в течение 6 месяцев, заявил CEO founder Justin Sun. И он заявил, что это произойдет так или иначе, потому что на 2019 год у него очень огромная перспектива на этот проект и у него очень большие надежды. И он будет все делать для того, чтобы Tron закрепился в топ-10 и вошел и прошел дальше. Что касается в принципе криптовалюты, событий по итогу, что мы имеем? Мы имеем тяжелую ситуацию по Ripple для тех людей, которые не учились рынку, которые так или иначе не присутствовали на рынке, не видели ситуацию с EOS. Которая была у нас примерно такой же в, сейчас скажу вам, если не соврать, это апрель 2018 года. Когда EOS показывал рост и потом резко упал, опять-таки, ну не резко упал, конечно, но делал он постепенно. И сейчас стоит свои донные значения именно с марта месяца. Что-то примерно такое мы сейчас видим Ripple. Ситуация похожая. У EOS был запуск майонета. Это ничего не помогло. Вроде как отвязались от Ethereum. Но, тем не менее, сказать, что это убийца Ethereum и что нужно все-таки EOS восхвалять и ставить его на пьедестал Ethereum, а сейчас пока что язык не поворачивается. Почти такая ситуация наблюдается с XRP, когда вроде как запустили XRapid и вроде как все хорошо. Анонс прошел. Большой всплеск денег. Миллиардная капитализация. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что XRP тоже себя не очень чувствует. Поэтому делайте выводы. Делайте временные выводы. Потому что все, что происходило на рынке, на таком медвежьем рынке в особенности, это все, в принципе, прогнозируемо. И, соответственно, мы сейчас видим то, что видим. Что касается непосредственно криптовалют, которые я рекомендовал. То есть, я вам рекомендовал XRX, я вам рекомендовал другие криптовалюты. Все это, естественно, в силе. Даже тот EOS, как спекулятивный инструмент, он, я думаю, еще годится. Вопрос, сколько у вас денег, когда вы вошли в этот рынок и насколько вы готовы долго держать свой криптовалютный актив. Вопрос только в этом. Поэтому я считаю, что необходимо, прежде всего, прислушиваться к себе, прислушиваться к тому, насколько вы решительно зашли на этот рынок. И сколько вы XRX себе задали получить с того или иного криптовалютного актива, если вы сделали заход практически недавно. Потому что мы видим, что пампятся отдельные криптовалютные активы на данный момент. Это Dogecoin, это Nano, это Anthology, это 0x. И, соответственно, я считаю, будут пампиться те криптовалюты, которые нашли дно, такие как NEM. Поэтому у NEM, я считаю, тоже есть перспектива. Если вы задумываетесь, какую криптовалюту прикупить, NEM, в принципе, неплохой вариант. Но прежде чем сделать покупку, ознакомьтесь с проектом и не делайте это так, как будто вам дядя с телевизора посоветовал и вы побежали покупать. Нужно все перепроверять. А с вами был Криптофатеев, всем удачи и всем пока!